Байден сказал «развитие минского диалога». Более аккуратно это было сказано. А вот что он имел в виду? Путин настаивает на том, чтобы в Конституции были внесены изменения, чтобы впихнуть в украинскую политику вот эту террористическую организацию. И только тогда, может быть, Россия согласится, чтобы Украина контролировала свои границы. Может быть, но вероятнее нет. Я говорил об этом много раз, готов повторить. Украине необходимо покинуть минский формат как можно быстрее. И не бояться раздражать Россию, а сформулировать это как агрессию. До сих пор доминирующей позицией является то, что продвигает Россия. Это внутренний конфликт. А на самом-то деле это просто военная агрессия России против Украины. Это война. Понимаете, вот этот вот факт, он на нем не настаивает украинская дипломатия. Именно не признание этого факта агрессии, формального признания, значит, приводит к тому, что Украина не может даже потребовать компенсацию за Крым. Понимаете, вот. Ну и много там на самом деле последствий. Значит, я уже говорил, начинать надо с признания этого факта. Президент Зеленский должен сделать заявление о том, что он объявляет о том, что Россия должна покинуть территорию Украины, Крыма, Востока, иначе это будет восприниматься как фактор объявления войны Украине. Но это очень страшно делать Зеленскому. В современных условиях действительно еще страшнее, потому что сильно рассчитывать на помощь Соединенных Штатов не приходится, и рассчитывать на западных европейцев тоже не приходится. Восточные европейцы готовы поддерживать Украину. Ну, хотя бы так. Через некоторое время и восточные украинцы не будут, то есть европейцы, поддерживать Украину. Ну, нужны, так сказать, смелые, активные, агрессивные действия. Но Украину напали. Украине объявили войну. Вот, это не многие сравнивают ситуацию там с Крым, с Кипром. Ситуация принципиально отличается. Понимаете, это длинный разговор. Здесь у нас есть проблема, потому что вот и сегодня президент Зеленский заявил, что он надеется на встречу с Путиным. И вот эта его фраза, кто-то ее воспринимает серьезно, кто-то уже улыбается, но тем не менее, да, посмотреть в глаза Путину, вот эта история, она до сих пор почему-то присутствует во Владимире Зеленском, да. И здесь вот в Украине, Украина достаточно демократическое государство в плане том, что мы можем увидеть здесь и по телеканалам, и вообще услышать разные-разные мнения. От того, что Зеленский это там пророссийский человек, который ссорит нас с Западом и ведет в Российскую Федерацию, до того, что Зеленский неопытный политик и он делает ошибки несознательно и так далее. Но, тем не менее, а вы вот сказали, что Зеленскому нужно выйти из Минских соглашений. К чему это может привести, если, например, учесть, что Зеленский, да, действительно, он неопытный политик, и он не знает, как повести себя в критических ситуациях? Ну, понимаете, количество оскорблений, пощечин, которые нанесла Россия и Украина, колоссально. И продолжать при этом делать вид, что там есть надежда на улучшение этих отношений. Ну, это инфантильность какая-то, понимаете, неопытность, да, и посмотреть в глаза Путину. Это агрессор, убийца. Значит, рассчитывать на милосердие преступника бессмысленно. Для Путина проявление милосердия, жалости – это в том числе и признание его, ну, скажем, неправовых действий. На это рассчитывать бессмысленно. Знаете, есть такое выражение, которое очень многие не любят, состоящее из двух слов. Надежды нет. Вот политик иногда должен себе говорить – надежды нет. Надежды на доброту, милосердие, благоразумие Путина нету. Исходить надо из других концепций. Вот. И он действительно неопытный политик. И самое главное, понимаете, это политик без яиц. Вот что опасно. Это политик, который не способен проводить твердую политику. А сегодня Украине нужна твердость. В условиях, когда против нее ведется война, откровенная война, горячая, стреляют, информационная, кибернетическая, коррупционная война. Нужно быть просто твердым политиком. Либо надо понимать, что все это закончится тем, чем хочет это закончить Путин. Что независимого государства Украины, государственности Украины не будет. Это очень опасная перспектива, но, к сожалению, в связи с слабостью проводимой политики, очень реальна. И Путина изменить нельзя. Это всегда будет агрессивное поведение. Но можно измениться самим. В похожей ситуации был Израиль. Когда его оставили многие-многие союзники и все окружающие государства, все готовы были напасть на него и уничтожить и граждан этого государства, и само государство. Ну вот у Кормила власти оказались политики, способные противостоять этому. К сожалению, таких политиков надо теперь искать в Украине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...